Сегодня, в День памяти святителя и чудотворца Николая, мы возносим особые молитвы за людей заключенных. Потому что из жития святителя Николая известно, как он спас от заключения невинного человека и даже от смертной казни. И вошло в традицию в церкви благочестивое предание, что святитель Николай помогает тем, кто в узах. В первую очередь, тем, кто невинно оказывается в заключении. Дает им силы преодолеть это выпавшее страдание, эту скорбь, сохранить самих себя от всякого разрушения духовного и телесного. Но и те, кто по делу оказался в заключении, по милости Божией, через это заключение имеют возможность обратиться к Богу и изменить свою жизнь. Причем не только так, что выйдя из заключения, стать совершенно положительным членом общества, но более того, получить возможность и в вечной жизни быть вместе с Богом. И хорошо известно, как через страдания, через заключения радикально менялась жизнь людей. Но достаточно вспомнить, может быть, самый яркий и убедительный пример из нашей истории, из истории нашей культуры, из нашей литературы. Имя Федора Михайловича Достоевского, который через скорбь заключения обрел Христа и полностью изменил свою жизнь настолько, что обрел великий дар убеждения других людей, многие из которых через его замечательные произведения действительно нашли дорогу к Богу и способности, возможности, исправить свое житие. В связи с тем, что именно сегодня, по становлению священно-началия Церкви нашей, Священного Синода, мы празднуем Дом Милосердия и Сострадания ко всем вузах темничных находящимся, священный Синод и Патриарх обращаются ко всей полноте нашей Церкви со следующими словами. Возлюбленные о Господе, преосвященные архипастыри, всечестные отцы, дорогие братья и сестры, в день памяти святителя Николая Мерликийского, обидимых тех благопредстателя и сострадателя, преславно спасающего от бед призывающих его, как говорит о том, «Стихи Росвятому», мы возносим сугубые молитвы о пребывающем заточении. Для человека, вольно или невольно приступившего закон, скорбное время заключения нередко становится бедом переосмысления жизни, временем покаяния и приобретения первого религиозного опыта. Оставшись без привычных удобств, лишившись общения с родными и близкими, многие находящиеся в вузах люди начинают иначе оценивать себя и осознавать, что только Бог всегда пребывает рядом, только с Ним можно поговорить в любую минуту, и обо всем можно поговорить, и только Он способен помочь тогда, когда, казалось бы, помочь уже никто не может. Особое значение для исправления человека и преображения его души имеет слово «пастырь церкви». Их трудами, как и усилиями многих миллиард-волонтеров, осуществляется миссия тюремного служения в нашей Церкви, цель которой – духовно поддержать заключенных, помочь им измениться к лучшему и обрести радость жизни со крестом. Распространение коронавирусной инфекции стало причиной вынужденной самоизоляции многих людей, которые на своем опыте испытали, что такое хоть малое, но все-таки ограничение свободы. Наверняка каждый при этом ощутил, как важна в этих обстоятельствах поддержка родных, близких, друзей. Стоит ли говорить, сколь значимо слово «утешение» для человека, на долгое время оказавшегося в заключении, как важно проявить по отношению к Нему сострадание и любовь. Призываю всех вознести сердечные молитвы о насходящихся в темничных узах и принять посильное участие в деле поддержки и миссии тюремного служения. Сегодня мы в храмах осуществляем сборы на поддержку этой миссии тюремного служения. Я призываю всех откликнуться на эту просьбу Церкви и своим материальным пожертвованием облегчить состояние тех, кто находится в заключении через работу нашей церковной тюремной миссии. Благословение Христа Спасителя пусть пребывает над нами. В первую очередь над всеми теми, кто в темнице, кто в заключении, кто переживает тяжелые моменты своей жизни, а также над всеми, кто путешествует, потому что Святитель Николай является покровителем путешественников и тех, кто по водам путешествует, а в нынешних условиях и по воздуху, и по земле. Всегда, когда кто-то из православных христиан отправляется в путь, нужно возносить молитвы к Святителю и Чедотворцу Николаю как покровителю путешественников в надежде на то, что его молитва сделает путешествие безопасным и мирным. Еще раз призываю на всех вас благословение Божие, и пусть молитвами Святителя и Чедотворца Николая Господь хранит нас всех и в путешествиях, и в обычной жизни. Пусть молитвами Святителя и Чедотворца Николая Господь облегчит узы тех, кто в узах находится и откроет путь к исправлению и спасению тех, кто оступился в жизни. Ну а тех, кто оказался в узах по ошибке, недоразумению или по каким-то человеческим страстям и злым наветам, чтобы дал молитвами святагоугодника силы преодолеть это жизненное испытание и не озлобленными, а наоборот сильными выйти из заключения. Святитель Отче Николая, моли Бога о нас. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok